Итак, уважаемые слушатели, наши пациенты и родственники, уважаемые коллеги, мы открываем очередную школу для пациентов и их родственников, и сегодня тема пойдет о профилактике и осложении противополечения. И, конечно, немаловажная роль принадлежит в сопутствующей терапии по профилактике нетропении. Что же нужно знать пациенту? Первое, на чем хочется остановиться, это сказать то, что любая химиотерапия имеет осложнение. И, как правило, осложнение имеют практически все противоопухолевые химиотерапевтические препараты. Например, это могут быть осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, в виде тошноты, рвоты, поносов. Причем частота это может быть достаточно высокая, до 90% случаев. Может быть изменения со стороны внутренних органов, со стороны печени, почек, сосудов, со стороны сердца. И такая токсичность уже называется гепато-токсичность или нефро-токсичность, кардиоваскулярная. Частота составляет до 50%. Могут быть изменения со стороны дыхательной системы, со стороны нарушения, со стороны органов осязания, зрения, может быть, со стороны опорно-двигательного аппарата. Тоже нередкие эти осложнения где-то у четверти пациентов могут наблюдаться. И, конечно, наиболее частое осложнение химиотерапии – это гематологическая токсичность, и она проявляется в виде изменений со стороны крови, связанной с тем, что снижаются показатели крови, что является препятствием для продолжения терапии. И частота таких осложнений гематологической токсичности составляет до 90% случаев, и некоторые режимы химиотерапии осложняются практически в 100% случаев. То есть милотоксичность или гематологическая токсичность – это та токсичность, которая подразумевает повреждение костного мозга, там, где как раз созревают форменные элементы крови, и она сопровождается снижением форменных элементов крови, снижением числа этих форменных элементов крови. Это могут быть снижения как лейкоцитов, в первую очередь, чаще всего это наблюдается осложнение, снижение уровня тромбоцитов, эритроцитов в периферической крови. И, конечно, наиболее опасным и частым проявлением гематологической токсичности является нейтропения. Если посмотреть, насколько часто мы встречаемся уже с тяжелыми осложнениями, с тяжелыми нейтропениями, то обратимся к одному из клинических исследований, которые были опубликованы. Это исследование касалось лечения больных раком молочной железы. Больные получали предоперационную химиотерапию, достаточно интенсивный режим, включающие и цитостатики, то есть химиопрепараты, и таргетную терапию. Так вот, нейтропения уже третьей, четвертой степени достигала 25% случаев. То есть та нейтропения, которая требовала к себе очень тщательного внимания, мониторинга и, как правило, лечения пациентов. А вот фибрильная нейтропения тоже достаточно грозное осложнение, о котором мы еще позже несколько поговорим, составляла 16% случаев. То есть эти осложнения, они достаточно часто, и особенно обращая внимание на осложнение третьей-четвертой степени. Чуть позже мы остановимся, что же такое третья-четвертая степень. Как может проявляться нейтропения, фибрильная нейтропения? Как может заметить пациент, что что-то произошло в его состоянии, отклоняющейся от нормы? Первое, чем может проявляться нейтропения, это может быть лихорадка. Я говорю о тех проявлениях, которые еще не касаются показателей крови. Лихорадка, повышение температуры. У пациента могут возникнуть другие инфекции. Это может быть и грибковая инфекция. Это могут быть изменения со стороны дыхательной системы, могут быть пневмонии, может быть увеличение лимфатических узлов, может быть инфекция со стороны кожи и слизистых, могут быть атипичные инфекции. Почему это происходит? Потому что на фоне снижения показателей нейтрофилов снижается иммунная защита организма, и та инфекция, с которой мы всегда существуем и находимся в обычном таком содружестве, она поднимает голову и становится абсолютно патогенной, и может вызывать тяжелые воспалительные реакции и изменения со стороны органов и систем, вплоть до септических осложнений, которые являются жизнеугрожающими, вплоть до негативных ответов. И как оценить степень тяжести нейтропения? На сегодняшний день существует шкала степеней тяжести нейтропения по Всемирной организации здравоохранения. Это четыре степени. И первая степень – это наиболее легкая, когда число нейтрофилов достигает полутора тысяч. Вторая степень – это уже тысячи нейтрофилов. А вот третья-четвертая степень, о которой мы говорили, что она уже относится к более тяжелым осложнениям гематологическим, здесь уже число нейтрофилов может быть достаточно низкое – 500, а вот меньше 500 – это уже четвертая степень. То есть по уровню нейтрофилов, по анализам крови мы оцениваем степень тяжести нейтропения. Что же такое фибрильная нейтропения? Следует запомнить, что в определение фибрильной нейтропении входят два основных показателя. Первое – это должно быть повышение температуры. Повышение температуры тела, которое определяется в акселярной области, и температура тела повышается выше 38 градусов по Цельсию. Причем эта температура должна иметь стойкий характер на протяжении часа, и при этом еще должно быть второй компонент – это снижение показателей крови со стороны числа нейтрофилов. Абсолютное число нейтрофилов менее 0,5 на 10 в девятой степени на литр – то, что написано в клиническом анализе крови. Почему же фибрильная нейтропения столь опасна? Почему мы говорим об этом состоянии, что это состояние требует госпитализации, требует назначения сопутствующей терапии? Возвращаясь к тому, что я уже несколько раньше сказала, что тогда, когда количество нейтрофилов снижается, иммунная система организма становится более ослабленной, и та флора, с которой мы постоянно живем, те бактерии, с которыми мы дружим, если можно так сказать, в течение жизни, они становятся достаточно агрессивными и могут привести к воспалению, и свидетельствуют высокую температуру, свидетельствуют уже о наличии инфекционного процесса. Причем, если не лечить фибрильную нейтропению, то до 50% случаев может заканчиваться летальным исходом. Достаточно серьезное осложнение. И на что стоит обратить еще внимание? Вот на этом слайде написано, насколько часто отмечается смертность от нейтропении, от фибрильной нейтропении и от нейтропении в целом, в зависимости от степени выраженности нейтрофилов и на фоне фибрильной нейтропении на основе клинических исследований. Это ретроспективный анализ, проведенный не у нас в стране. Здесь проанализированы более 40 тысяч пациентов из 115 центров. И вот это исследование показало, что наиболее частые летальные исходы наблюдались у той группы пациентов, которые имели тяжелые сопутствующие заболевания. Такие заболевания, как сердечная недостаточность, как заболевания со стороны печени, почек, легких, изменения со стороны эндокринной системы, сахарный диабет, это нарушение мозгового, периферического кровообращения, анемия, тромбоэмболия легочных артерий. То есть достаточно серьезные заболевания. С одной стороны, казалось бы, они могут являться противопоказанием для проведения химиотерапии, но с другой стороны, по жизненных показаниям многие пациенты получают у нас системную противоопухолевую терапию и сопутствующие заболевания, они не являются абсолютным противопоказанием для проведения противоопухолевой терапии. Но, тем не менее, мы понимаем, что это отягощающий фактор. И тот фактор, когда у пациента фибрильная терпения плюс тяжелые сопутствующие заболевания, конечно, мы об этом помним, что это достаточно грозные осложнения. И пациент, начиная противоопухолевую терапию, обязательно должен информировать своего лечащего врача о той патологии, которая у него есть, какие препараты получает он по поводу сопутствующей патологии, когда были последние обострения. И тогда уже можно предполагать, как себя вести в случае нежелательных явлений. Обратимся всё-таки к нейтрофилу. Что же такое за форменные элементы и чем они важны для нас? Нейтрофилы, ещё раз повторю, это форменные элементы крови, белой крови, это разновидность лейкоцитов. И основная их роль – это защитное, это поддержание нашего иммунитета. Нейтрофилы защищают организм от чужеродных агентов, как от токсинов, от вирусов, от бактерий, от наших собственных клеток, которые уже отмирают и которые находятся в нашем организме и требуют своего уничтожения. Вот посредством фагоцитоза происходит реакция и избавление от ненужных абсолютно клеток и от токсинов, от вирусов, бактерий в нашем организме посредством нейтрофилов. И понятно, когда число этих нейтрофилов становится меньше под воздействием химиотерапии, то, конечно, защитные силы организма, они снижаются, иммунная система не столь активно реагируют на такие вот изменения, как воспаление, как наличие бактерий. И здесь может быть, конечно, уже возникать и серьёзные осложнения. Что происходит в костном мозге, когда мы назначаем стимуляторы кроветворения? Если мы обратимся вот к этой такой красивой картинке, то мы здесь увидим, что, первое, все форменные элементы крови, они развиваются, их синтез происходит, созревание их в костном мозге из клеток предшественников, на поверхности которых существуют определённые рецепторы. И у нас есть наши естественные факторы, которые стимулируют переход этих предшественников в клеток уже в зрелые клетки. А посредством назначения уже стимуляторов кроветворения мы поддерживаем этот процесс и таким образом переводим клетку предшественницы в более зрелую клетку и выброс её уже в периферическую кровь и в дальнейшем её функционирование. Если вот посмотрим вот на этот слайд, он достаточно такой большой, громоздкий. О чём он говорит? Первое, о чём он говорит, это о том, что всё у нас вот кроветворение, созревание форменных элементов крови, оно происходит из родоначальницы такой гемопоэтической стволовой клетки, из которой посредством последовательных различных реакций происходит созревание либо лимфоцитов, либо моноцитов, нитрофилов, либо тромбоцитов, эритроцитов, и всё это идёт из единой гемопоэтической стволовой клетки. Понятно, как видите, это процесс достаточно большой, он претерпевает несколько операций. И повторяю, здесь вот происходит всё это естественным путём, но внедряется химиотерапия, она нарушает этот процесс, воздействие снижая естественный гемопоэст, и нам нужны какие-то факторы уже изне колонии стимулирующие факторы. Что делают колонии стимулирующие факторы, которые применяются для профилактики нитропении, для лечения фибрильных нитропении? Колонии стимулирующие факторы, они ускоряют время созревания нитрофилов, укорачивают вот этот вот период до выхода их в периферическую кровь, до пяти дней. Таким образом, мы выигрываем время, то время, которое может быть достаточно важно для пациента, потому что, повторяю, снижаются иммунные защитные функции организма, и в это время та инфекция, которая наслаивается, и те изменения воспалительные, которые происходят в организме, они могут быть достаточно серьёзными, угрожающими. И вот этот выигрыш во времени, он является, конечно, весьма важным. На что бы хотелось обратить внимание? Как долго мы знаем о стимуляторах лейкопоэзы и вообще о стимуляторах кроветворения? Оказывается, время прошло достаточно много. Мы знаем о процессе эволюции, и первые исследования колонии стимулирующих факторов, они произошли ещё, теперь уже говорят, в прошлом веке, в 1987 году, первые исследования были проведены. И, как видите, сколько изменений произошло за это время. В настоящее время практически все интенсивные режимы химиотерапии сопровождаются применением колонии стимулирующих факторов. Для того, чтобы нам обеспечить адекватную дозу пациентов, для того, чтобы провести адекватное лечение пациентов, нам нужно ещё сопутствующую терапию, в том числе и применение колонии стимулирующих факторов. И в настоящее время, повторяю, не только в клинических исследованиях, но и в реальной клинической практике пациенты получают ту сопроводительную терапию, которая необходима. И что у нас происходит в настоящее время со смертностью на фоне фибрильной нетропинии с применением колонии стимулирующих факторов? Если вот эти данные имеют собирательный характер на основе литературных источников, если была эра до применения ещё колонии стимулирующих факторов, то смертность достигала, ассоциировалась с фибрильной нетропинией до 10, примерно 10%. Уже через десяток лет это было снижение до 2%. Сейчас где-то около 4,5%. Но мы так понимаем, что, конечно, это, возможно, связано с пандемией COVID-19, которая, конечно, внесла тоже свою отрицательную лепту. И обращаюсь к вам ещё раз, наши уважаемые пациенты и родственники их, и коллеги наши. Поверьте мне, вот то время, когда не было колонии стимулирующих факторов, кажется, что было кому-то покажется, что это давно. Поверьте, вот я это время абсолютно помню. И нашим пациентам невозможно было что-то сделать, кроме назначения антибактериальной терапии, потому что этих препаратов не было в реальной клинической практике. Сейчас, конечно, мы можем себе позволить применять интенсивные режимы химиотерапии, потому что мы знаем, что мы всегда прикроемся сопроводительной терапией и можем пациенту назначить ту терапию, которая необходима. Если случилось нетрепение, что же делать? Назначить кортикостероиды, которые, к сожалению, до сих пор ещё назначаются. Назначить иммуномодуляторы. А может быть, просто можно сидеть и ждать. Что думает пациент? Ну, как вы думаете, первое, что? Первое – это вы должны обязательно обратиться к своему лечащему врачу. Обязательно. Не занимайтесь самолечением. Это достаточно опасно. И какие основные опции идут для лечения нетропинии, особенно фибрильной нетропинии? Это антибактериальная терапия, потому что роль воспалительного компонента, она достаточно высока. И назначение колонии стимулирующих факторов для того, чтобы стимулировать гемопоэс, который снижен на фоне химиотерапии, и ускорить время выхода нейтрофилов в периферическую кровь, выиграть время, которое является жизненно важным. Успех лечения, как мы знаем, он зависит от нескольких факторов. Первое, конечно, это должна быть обязательно выбрана та доза препаратов, которая необходима данному конкретному пациенту. Она должна быть оптимальной. Не может быть одинаковая доза цитостатиков, химиотерапии, одинакова для всех пациентов. Она выбирается в зависимости от его площади тела, в зависимости от его состояния, от сопутствующей патологии. Поэтому она может быть различной, но она должна быть оптимальна для данного конкретного пациента. Должен быть полноценный режим химиотерапии, тот режим химиотерапии, который показан для данной локализации, для данного пациента, для возрастного пациента или, наоборот, для молодого. То есть это, конечно, индивидуальный должен подход, но с учётом той локализации, которую мы лечим. Конечно, самочувствие пациента. Чем лучше себя чувствует пациент, конечно, тем результаты лучше. Но, к сожалению, в жизни бывает не всё так хорошо, и пациенты, как правило, бывают те, которые нуждаются в химиотерапии, да зачастую они бывают в тяжёлом состоянии, в средней тяжести состояния, поэтому здесь уже в зависимости от этого решается вопрос о выборе терапии в дузах и применении сопутствующей терапии. И, конечно, приверженность к лечению. Как доктор, так пациент, в первую очередь, должен тоже на себя возлагать ответственность за лечение и должна быть высокая приверженность к лечению. Что мы добиваемся, если все эти компоненты воедино работают? Мы продлеваем безрецидивную выживаемость пациентов, мы продлеваем общую жизнь пациентов, мы сохраняем и улучшаем качество жизни. Как правило, химиотерапия нередко используется в распространённых процессах. И данный процесс нужно рассматривать как любое хроническое заболевание при неонкологическом процессе. Мы ведь лечим пациентов, не мы лечим, а лечат пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, со заменениями со стороны центральной нервной системы, сердечно-сосудистой дыхательной системы, то есть различные заболевания. И что мы хотим достичь? Мы всегда хотим достичь качества жизни высокого, продления жизни и, конечно, так, чтобы длительное время это заболевание протекало без обострений. То же самое относится и к онкологическим процессам. И как мы можем добиться, если будем просто ждать? Можно ли просто ждать? Напомню ещё раз, что если мы не будем оказывать помощь пациентам при фибрильной тропении, то смертность может достигнуть 50%. Это достаточно серьёзная вещь. И что ещё? Хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, то, что если мы будем просто ждать, то мы нарушим дозу интенсивности химиотерапии. Что это такое за определение? Доза интенсивности химиотерапии – это та доза, которую получает пациент в определённую единицу времени, например, в неделю, миллиграммы на метр квадратный в неделю. Если мы редуцировали дозу, либо увеличили промежуток между введениями химиопрепаратов, то доза интенсивности химиотерапии снижается. А вместе с этим снижаются и остальные показатели. Ухудшаются результаты лечения. Повторяю, снижение может быть как редуцированной дозы, меняются цитостатические агенты. И всё это ведёт к ухудшению результатов лечения. Мы не добьёмся тех результатов, о которых мы говорили. Не улучшение безрецидивной выживаемости, не общей выживаемости, не в целом эффективности лечения. И всё это приведёт, конечно, к не лучшим результатам качества жизни. И когда это имеет особенное значение, сохранение интенсивности дозы, особенно это для тех пациентов, которые имеют опухоль, высокочувствительную к лекарственному лечению. Когда есть шанс, когда мы можем абсолютно вылечить этих пациентов. А такие локализации есть, их не так много. И сейчас с применением современной противоопухолевой терапии таких нозологий становится всё больше и больше. Но изначально всегда эти локализации были как лимфопролитеративные заболевания, как, например, опухоли гермногенные опухоли, высокочувствительные опухоли, когда действительно можно достичь очень хороших результатов лечения. Поэтому доза интенсивности химиотерапии, та доза, которая должна вводиться в единицу времени, она имеет чисто практическое значение. Вставал вопрос, и, к сожалению, до сих пор есть пациенты, которые, даже доктора, которые считают, что существуют иммуномодуляторы, которые можно применить и профилактировать нитропинии, и, мало того, ещё и лечить эти состояния. Так вот, на сегодняшний день нет исследований, которые бы показали эффективность использования модуляторов при той нитропинии, которой индуцирована химиотерапией. Поэтому вот то, что красивые коробочки расписаны красивыми призывами, и которые говорят, что можно вылечить любое состояние, всё-таки достаточно скептически относитесь к таким вещам, и каждый приём лекарств согласуйте со своим доктором. По поводу кортикостероидов, глюкокортикоидов, то есть гормонов, которые мы просто называем в своей реальной клинической практике, применять их или не применять? До сих пор многие, даже онкологи, назначают кортикостероиды для профилактики нейтропинии. Что делают кортикостероиды? Они подавляют активность нейтрофилов и лимфоцитов. Это первое. Они увеличивают риск оппортунистических инфекций. И плюс они маскируют те проявления тяжёлых осложнений, которые могут быть. Это и фибрильные терпения, это септическое состояние перитонита. Следует сказать, что у наших пациентов, те, которые получают химиотерапию, многие воспалительные проявления и состояния протекают совершенно атипично, не так, как у обычных пациентов. Потому что, повторю ещё раз, химиотерапия подавляет иммунитет. И здесь, может быть, и нет выраженной воспалительной реакции, может быть, нет высокой температуры, может быть, нет такого болевого синдрома, что может быть маскировать перитонит. То есть всё может протекать достаточно скрыто. А применение кортикостероидов ещё сильнее маскирует эти проявления. Поэтому назначение кортикостероидов не оправдано при профилактике нейтропении и при лечении нейтропении и фибрильной нейтропении. И на сегодняшний день вернёмся к вопросу о каноннестимулирующих факторах, какие каноннестимулирующие факторы на сегодняшний день есть. Первое, хочу сказать, как видите, названий достаточно много, они нелегкие для произношения, но они делятся на две большие группы. Есть короткие формы, которые имеют короткий период полувведения, поэтому они требуют более частого применения. Они применяются после каждого цикла химиотерапии и требуют ежедневного введения. Несколько дней подряд вводится этот препарат. А есть пролонгированные формы. Эти формы появились относительно недавно. И эти формы отличаются и по своему строению. Они имеют более длительный период полувведения. Они могут вводиться только один раз после каждого цикла химиотерапии и более эффективно являются по сравнению с короткими формами, что показали некоторые исследования. Но повторю, что каждый колоннестимулирующий фактор короткого действия пролонгированный имеет свое определенное место для применения в реальной клинической практике и применяются как те и другие колоннестимулирующие факторы. И на основании тех исследований, а исследований проведено достаточно много, какие выводы были сделаны по первичной профилактике нитропинии. Первое, что хочется сказать, что применение колоннестимулирующих факторов для профилактики нитропинии после проведения химиотерапии имеет свое превосходство по сравнению с тем, если мы ничего не будем делать против плацебо. Снижается риск смерти при применении колоннестимулирующих факторов на 22%. Если сравнить пролонгированные формы колоннестимулирующих факторов и короткого действия, то можно в целом сказать, что несколько меньше было летальных исходов зарегистрировано в случае применения пролонгированных форм по сравнению с короткими формами. И следующее, если мы говорим о тяжелых нитропиниях третьей-четвертой степени и антибиотиков назначения, то, конечно, если мы назначаем колоннестимулирующий фактор или ничего не назначаем, то, конечно, выигрыш на стороне тех пациентов, которые получали стимуляцию костного мозга, то есть применяли колоннестимулирующих факторов, значительное снижение частоты нитропинии третьей-четвертой степени, значительное снижение тяжести в состоянии фибрильной нитропинии и частота применения антибактериальной терапии у этих пациентов была достоверно ниже. Вот этот слайд я хотела продемонстрировать вам, наши уважаемые пациенты, лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть. Этот слайд, он понятен абсолютно для врачей. Применять колоннестимулирующие факторы самостоятельно пациент не должен и не может, потому что применение, слишком раннее применение, и когда слишком поздно прекращается или начинается, он приводит к негативным ответам. Самим не надо применять колоннестимулирующие факторы. Должен назначать только врач, иначе состояние может прийти к негативному ответу, и вы не получите того результата, который бы хотелось быть. Поэтому, обращая вас внимание, обязательно назначение терапии, сопутствующей терапии, должно быть идти совместно с вашим лечащим доктором. При каких опухолях, при каких локализациях наиболее часто встречаются нейтропении и на что нужно обратить, на какие состояния можно обратить внимание. Наверное, перечень локализации, который может быть, он намного длиннее, чем то, что перечислено здесь. Достаточно интенсивную химиотерапию сейчас мы проводим при многих режимах, при многих локализациях. Конечно, это и рак мочевого пузыря, это рак молочной железы, особенно неодевантная, предоперационная химиотерапия, это и опухоли со стороны женской половой сферы, это рак лёгкого, как мелкоклеточный, так и немелкоклеточный. Безусловно, это пациенты с геремногенными опухлями, это редкие опухоли, они составляют всего 1% от всех нозологий, но эти опухоли, за них стоит биться, потому что их можно вылечить и добиться стопроцентного излечения. Так вот здесь интенсивные режимы используются достаточно часто. Часто используются интенсивные режимы при саркомах, как мягких тканях, так и саркомах костей, и здесь профилактика, конечно, не тальпения, она достаточно актуальна. Рак поджелудочной железы, желудочно-кишечный тракт, опухоли, появляются интенсивные режимы химиотерапии, которые позволяют добиться хороших результатов, но проводятся они по показаниям, и особенно при сегодняшней ситуации, при той, которую мы переживаем, пандемию COVID-19, применение сопутствующей терапии, профилактики нейтропении с помощью колонистов и умывающих факторов становится очень актуальным. И как же определить, как же определить, как может быть пациент знать, когда нужна профилактика нейтропении? Понятно, что это, конечно, прерогатива доктора, и доктор должен определять, когда нужно профилактировать нейтропению. Первое, на что мне хочется обратить внимание, конечно, это оценка риска фибрильной терапии того цикла химиотерапии, который планируют с того режима. Можно разделить все режимы химиотерапии на три большие группы. Это низкий риск, средний риск и высокий риск, больше 20%. Кроме того, те пациенты, которые имеют высокий риск и режимы химиотерапии с высоким риском развития фибрильной терапии, понятно, что им будет назначаться экономистемырющий фактор, а как быть, когда промежуточный риск? Так вот здесь нужно обращать внимание на факторы, которые повышают риск развития фибрильной терапии. И вот обратите внимание, какие это могут быть факторы. Это факторы возраста, старше 65 лет, это тяжелые сопутствующие заболевания, это анемия, недостаточное питание, это фибрильная нейтропения в анамнезе, это отсутствие антимикробной профилактики, тогда, когда она показана, это тяжелое состояние пациентов, это открытые раны или раневая инфекция, почему мы об этом говорим, это дополнительные ворота для инфекции, это проведение химиолучевой терапии, и это, конечно, цитопения, которая связана уже, то есть снижена показатели крови вследствие опухолевого поражения костного мозга. И мы уже касались сегодняшнего, этой темы, мы все переживаем достаточно тяжелые времена, работаем в условиях пандемии, пациенты продолжают лечение, и, к сожалению, есть негативные последствия, это нерегулярность и лечение пациентов в связи уже с заболеванием COVID-19, так вот здесь, конечно, лечить пациентов становится сложнее, почему? Потому что в первую очередь мы должны взвесить все показания, взвесить риски и пользу от того, что мы хотим получить в итоге. Мы должны минимизировать осложнения, которые увеличивают риск присоединения вирусной инфекции. А как я уже говорила, еще раз повторю, под действием химиотерапии снижаются иммунные силы организма, и, конечно, здесь присоединение вирусной инфекции, оно, конечно, имеет повышенный риск. И следует сказать, что всех пациентов наших можно разделить на три категории в условиях пандемии. Первое – это те пациенты, которые нуждаются в немедленном начале лечения своего онкологического заболевания или продолжения противоопухолевой терапии, поскольку риски прогрессирования или смерти от основного заболевания выше, чем риск инфицирования от COVID-19. Есть пациенты, которым можно отложить терапию, то есть и пациенты, которые уже получили терапию и несколько леней не имеют симптомов заболевания, и здесь проведение самой химиотерапии и осложнений, они могут превалировать над той инфекцией, которая может наслоиться и может создавать определенную угрозу для состояния пациента для дальнейшего течения заболевания. Есть пациенты, которые находятся под наблюдением без признаков заболевания, без прогрессирования, и у них, конечно, следует уменьшить количество визитов в центры, и проводить их можно удаленно, мониторировать пациентов посредством телемедицинских консультаций, телефонных звонков. То есть здесь, конечно, не требуется проведение лекарственной противоопухолевой терапии, которая снижает наши защитные силы. Но это все нужно решать, конечно, с вашим лечащим врачом, на что я обращаю ваше внимание. В настоящее время, если мы говорим о нитропении, то в условиях пандемии COVID-19 применение колонии стимулирующих факторов, оно имеет достаточно серьезное значение. И профилактическое назначение этих препаратов для тех пациентов, которые имеют риск нитропении, он уже риск может уменьшить до 10%. Там мы говорили, высокий риск больше 20%, а здесь уже снижается до 10%. И здесь, конечно, следует отметить более удобное применение, это использование пигелированных форм колонии стимулирующих факторов, которые вводятся один раз однократно после цикла химиотерапии и становятся, конечно, более приемлемы. И, конечно, рассмотрение о профилактической антибиотикотерапии более усилено в условиях пандемии COVID-19. Если мы говорим о вторичной профилактике фибрильной нетропинии, то, конечно, те пациенты, у которых уже была фибрильная нетропиния, они требуют и редукции дозы цитостатиков, как правило, и при последующем введении химиопрепаратов требуется профилактическое введение колонии стимулирующих факторов, особенно, если риск повторного эпизода более чем даже на 10%. То есть, как правило, пациенты получают колонии стимулирующих факторов, если у них была уже фибрильная нетропиния, и, повторяю, и, как правило, редуцируется доза цитостатиков. Конечно, происходит, как я уже сказала, изменение режима лечения, редукция дозы, и есть состояние, когда эти изменения, они нежелательны, особенно при тех локализациях, например, как лимфопролитеративные, заболевания, как гермногенные опухоли, опухоли, которые высоко чувствительны к химиопрепаратам, к химиотерапии, и в этих случаях нежелательно снижать дозу, чтобы не потерять эффективность лечения, тогда вторичная профилактика фибрильной тропинии с помощью колонии стимулирующих факторов приобретает особую значимость. Особую значимость. И несколько слов по поводу того, что сопутствующая терапия, сопроводительная терапия в настоящее время приобретает все более значимое место в практической онкологии, и это поддерживается консенсусом международных клинических рекомендаций. Вот здесь представлены результаты международных клинических рекомендаций по поддержанию терапии 2017 года и применение колонии стимулирующих факторов, особенно предпочтение отдается более пролонгированным формам по сравнению с короткого действия, особенно в условиях сегодняшней пандемии, конечно, достаточно большое значение. И повторю, для поддержания дозы интенсивности режимов химиотерапии для профилактики фибрилентропинии у пациентов с десемиированным процессом пролонгированной формы они достаточно удобны и становятся более актуальны для пациентов на сегодняшний день. Но, повторяю, короткого действия препараты также используются и имеют достаточно широкое применение. Ну, а в настоящее время, вы знаете, идут не только исследования, но и в реальной клинической практике мы применяем сочетанную терапию, не только чистую химиотерапию, но применяются и таргетные, и иммунные терапии совместно. И вот здесь у этих пациентов применение колонии стимулирующих факторов, оно приобретает достаточно важное место, имеет большое значение. И, подводя итоги всему сказанному, следует сказать, что, конечно, проведение адекватной противоопухолевой терапии, тогда, когда соблюдается интенсивность лечения, это способствует продлению и безрецидивной выживаемости пациенту, и общей выживаемости пациента, и, конечно, улучшение качества жизни всем тем факторам, на которые обращено наше лечение, то, что мы хотим добиться в своей реальной клинической практике. И, говоря о применении колонии стимулирующих факторов, о профилактике нитропении, то, конечно, предпочтение идет с целью профилактики фибрилитропении, лучше профилактировать, нежели лечить состояние. И колонии стимулирующих факторов всегда применяются при высоком риске, при промежуточном риске используются только при наличии неблагоприятных факторов, о чем мы с вами говорили, это состояние пациентов, это сопутствующая патология и многие другие факторы. И предпочтительно на сегодняшний день применение пигелированных форм колонии стимулирующих факторов, они любой колонии стимулирующий фактор гемопореза, он вводится через сутки после химиотерапии, ранее его применение нецелесообразно, короткого действия вводится ежедневно не менее 7 дней, а пролонгированного действия вводится однократно каждый цикл химиотерапии. И еще раз повторяю, на сегодняшний день сопутствующая терапия, особенно по профилактике нетропений, она приобретает одно, наверное, из самых важных, имеет важное значение в целом при сопроводительной терапии. И большое спасибо за внимание, если будут вопросы, с удовольствием ответим, и думаю, что у нас пациентские еще школы будут, и будут, я думаю, что и в будущем на нашем форуме «Белые ночи». Мы надеемся, мы продолжим свою дискуссию и на следующих наших форумах. Спасибо. «Белые ночи» Продолжение следует...